Каждый день мы разгадываем новые загадки, раскрываем ошеломительные и смертельные секреты о месте, которое мы называем Вселенная. Тысячи очевидцев заявляют, что видели НЛО. Их рассказы поразительно похожи. Разбилась тарелка, а в ней мертвые тела. Правительство это скрывает. Но наука утверждает, что доказательств этому нет. Нет. Господи, есть огромная разница между НЛО и межпланетными кораблями. Но если бы НЛО был кораблем пришельцев, то какие умопомрачительные технологии мы могли бы в нем найти? У них должна быть технология, способная устранить влияние инерции. Что такое на самом деле неопознанные летающие объекты? Вселенная. НЛО. Что это такое? Миллионы людей поверили в НЛО 24 июня 1947 года. Бизнесмен и пилот Кеннет Арнольд летел один около горы Рейнир, штат Вашингтон. Неожиданно он заметил 9 самолетов, движущихся с огромной скоростью. Они обладали высокой отражательной способностью и летели со сверхзвуковой скоростью, клином, резко меняя направление. Уильям Альтшуллер, автор книги «Наука» об НЛО. По тем временам скорость была недостижимой. Тогда еще не было реактивных и сверхзвуковых самолетов. Он был опытным пилотом и решил убедиться в их существовании и в том, что это не атмосферное явление. Кевин Грейзер, ученый-планетолог. Он изменил угол наклона головы и накренил самолет. Даже направил самолет так, чтобы объекты оказались на фоне снега и были лучше видны на светлой поверхности. Не успел Арнольд к ним приблизиться, объекты исчезли. Это было беспрецедентное явление. Никто ничего подобного не видел. Через несколько дней, когда пресса исказила слова Арнольда, он попытался дать объяснение. Он сказал, что они двигались, как тарелки, подпрыгивающие на воде. Сэр Шосток, Институт Сети. Журналист все напутал и сказал, что они были похожи на тарелки. Появился термин «летающая тарелка». Эта встреча положила начало феномену НЛО. Через несколько недель, летом 1947 года, около Розуэлла, Нью-Мексика, произошел самый знаменитый инцидент с участием неопознанного летающего объекта. Розуэлл стал примером для подражания, потому что там были все необходимые ингредиенты. Разбилось тарелка, в ней мертвые тела. Правительство это скрывает. Наверняка скрывало. Власти дали неверную информацию. Первые сообщения дали ВВС, сказав, что это была летающая тарелка инопланетного происхождения. Потом они сразу это опровергли. Сказали, что там разбился метеозонд, и в нем никого не было. И нет ничего инопланетного в этом. Другие свидетели утверждали, что видели обломки разбившегося корабля из материалов, до сих пор неизвестных науке. Официально то, что видел Арнольд и инцидент под Розуэллом, никто не подтвердил. Данные были противоречивыми. Каждый год тысячи людей сообщают о том, что видели на небе объекты, предположительно корабли пришельцев, так называемые НЛО. Важнее всего буква Н. Они неопознанные. Я сам видел яркий свет на горизонте, который устремился к облакам. Уверен, что это был НЛО. Есть огромная разница между НЛО и межпланетным кораблем. Ученые утверждают, что большинство НЛО либо имеют земное происхождение, например, спутники, воздушные шары и самолеты, либо космическое, например, метеоры, кометы и даже особо яркая планета Венера. Но иногда НЛО ничем невозможно объяснить. Может, это межпланетные корабли? Если это так, то какими технологиями можно объяснить их поведение, о котором сообщают свидетели? Как сделаны эти корабли? Какие проблемы им пришлось преодолеть? Большинство свидетелей, видевших НЛО, говорит, что они вели себя не по законам физики. Очень большая скорость или огромное ускорение, резкие повороты. Все это невозможно сделать так, чтобы не пострадал пилот или сам корабль. Рассказы очевидцев о сверхбыстром ускорении, мгновенных поворотах и внезапной остановке идут вразрез с законами физики. Неужели инопланетяне нашли способ их обойти? Люсьен Валкович, Принстонский университет. Надо помнить о том, что есть принципы инерции. Их сформулировал Исаак Ньютон. Они гласят, что объект будет находиться в состоянии покоя или двигаться, пока на него не воздействует сила извне. Чтобы так резко изменить инерцию, нужно воздействовать на объект с огромной силой. Согласно этой логике, если пилот-истребитель, летящий почти со скоростью звука, решит развернуться на 90 градусов, он испытает нагрузку около 300 же. Большинство пилотов в скафандрах может выдержать лишь 10 же. Если бы их физиология хоть отдаленно напоминала человеческую, инопланетный пилот, совершивший такой маневр, мгновенно бы погиб. его внутренние органы продолжили бы двигаться вперед и врезались бы в скелет. Если они похожи на нас, то им должны вводить жидкость в организм, чтобы их внутренние органы в ней плавали. Если они будут правильно пристегнуты и сидеть в правильном положении, то при ускорении и торможении их органы не пострадают. Чтобы на сам корабль не воздействовала инерция, пилоты должны обладать технологией, которой пока не владеют современные люди. Чтобы нейтрализовать эффект ускорения в 300G и чтобы эта сила их не раздавила, у них должна быть технология или устройство, способное устранить влияние инерции. это устройство должно управлять силой притяжения, то есть иметь силовое поле, которое будет противостоять гравитационным силам всей Вселенной. При желании его можно включить, а потом выключить, либо оно работает автоматически. Это высокая технология, недостижимая. Пока наука не может сказать, как эти объекты справились с проблемой инерции, но сможет ли она объяснить их форму, особенно самую знаменитую, летающие тарелки? В конце 50-х годов американские ВВС испытали Аврокар, но он оказался неустойчивым и имел мало аэродинамических преимуществ. Они доказали, что в земной атмосфере летающие тарелки не могут развить большую скорость. Дельтовидное или треугольное крыло более сильный кандидат. Этот дизайн хорошо известен в современном самолетостроении. В последние десятилетия все больше свидетелей говорят, что видели НЛО с дельтовидным крылом. Эта тенденция привела к появлению самолетов со стреловидным и даже с летающим крылом, как у бомбардировщика невидимки Б-2. С годами форма объектов, о которой сообщают люди, меняется. В последнее время она дельтовидная, так что обычно они видят самые передовые самолеты. Помимо траектории и формы, ученые, пытающиеся объяснить НЛО, сталкиваются с шумовым фактором, вернее, с отсутствием шума. Свидетели утверждают, что объекты двигались совершенно бесшумно. Почти все очевидцы, как правило, говорят, что шума не было. Его обычно создают все самолеты, быстро движущиеся в земной атмосфере. Его нет. Происходит так называемый акустический удар. Это специальная волна, которая распространяется в атмосфере вместе с самолетом. Клиффорд Джонсон, университет Южной Калифорнии. Это огромная акустическая волна, результат разницы давления между носом самолета и его хвостовой частью, когда он летит сквозь атмосферу. Удалось ли инопланетянам как-то нейтрализовать огромную волну давления, которая возникает при сферзвуковом полете? Ответ может дать технология, которая используется в цифровых шумоподавляющих наушниках. Шумоподавляющая технология существует. Вы берете звук, который хотите нейтрализовать и гасите звуковую волну. Я не знаю ни одной технологии, которая сделала бы это с ударными волнами. Чтобы нейтрализовать оглушительный эффект акустического удара, требуются передовые технические навыки. Но если они бесшумные, могут ли они быть невидимыми? Некоторые очевидцы говорят, что НЛО буквально растворялись в воздухе. Одна уже существующая земная технология может объяснить подобное явление. Скоро появится технология, которая сможет делать предметы невидимыми. Она основана на преломлении света. Ученые называют это метаматериалами. Вспомните популярные фильмы, например, Манчо-невидимка в Гарри Поттере. В метаматериалах используется сочетание полимерных подложек золота и меди, чтобы заставить электромагнитные волны обтекать объект. Свет огибает объект, а не отражается от него и не преломляется. Но передовые материалы, техника стелс и умопомрачительная маневренность ничего не значили бы, если бы нашим гостям не удалось добраться до Земли. Вероятность, что здесь побывала другая цивилизация крайне мала. Но если бы им это удалось, значит, они решили множество проблем, включая проблему материалов, на которые у нас нет ответа. Значит, их технологии продвинутые. Мы об этом только мечтаем. Но ученые уже вынашивают несколько технологий, позволяющих преодолевать огромные расстояния между звездами, включая взрывчатый силовой источник, настолько мощный, что его видно за несколько световых лет. на протяжении десятилетий из разных городов и стран мира поступают сообщения об НЛО. Но не все свидетели видели их с планеты Земля. 19 июля 2009 года сотрудники НАСА, наблюдавшие за космосом по видеосвязи, сообщили, что над механической рукой шаттла завис объект в виде диска. Подобные зрелища наблюдали на протяжении всей истории пилотируемых космических полетов. Что это? Неизвестное космическое явление? Или огромное межзвездное пространство галактики Млечного Пути бороздят корабли пришельцев? Полеты между звездами это главная тема научной фантастики. Их каждый вечер показывают по телевизору. Но может ли хоть одно существо это сделать? Что ж между звездами огромное расстояние? Просто огромное. Межзвездные полеты не нарушают законы физики. Никто не говорит, что это невозможно. Это возможно, но очень трудно. Расстояние между Землей и Альфа-Центавра нашей ближайшей соседкой около четырех с половиной световых лет. Его не преодолеть даже самым мощным ракетам. Если из далекой звездной системы к нам прилетит развитая цивилизация, то наверняка их ракеты будут не на химическом топливе. Хотя запуск Аполлона и Сатурна-5 был впечатляющим. Ракеты на химическом топливе не могут преодолевать большие расстояния в Солнечной системе. Чтобы вы имели представление о расстоянии, дальше всех улетел Вейжор-1, запущенный в 77-м году. Он летает 34 года со скоростью 61 тысячи километров в час и только сейчас покидает нашу Солнечную систему. Ричард Абуси, физик-теоретик. Если бы пунктом назначения была Альфа-Центавра, понадобилось бы 56 тысяч лет, чтобы добраться до ближайшей звездной системы. Если соотнести время полета с продолжительностью человеческой жизни, станет ясно, что надо увеличить скорость не меньше, чем в тысячу раз. Ученые установили, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Чтобы достичь ближайшей звезды, космический корабль должен лететь в звездной системе близко к скорости света. Самое большое препятствие вес. У ракет на химическом топливе огромная избыточная масса, потому что все топливо находится на борту. Чтобы достичь 6% от скорости света, используя химическое топливо, не хватит всего топлива, что есть во Вселенной. Так что на химическом ракетном топливе добраться до другой звездной системы невозможно. Если нас действительно посещают пришельцы, значит, они решили эту проблему. В 2011 году спутник НАСА НАНОСАЛД стал первым солнечным парусом на орбите Земли. Ультратонкий парус площадью 30 квадратных метров использует для реактивного движения солнечный свет или давление фотонов. Одним из главных тормозящих факторов при запуске является то, что топливо должно находиться на ракете. Солнечный парус работает на естественных источниках, на фотонах, которые излучают Солнце. Их использует солнечный парус. Аналогично дельтапланом может летать без топлива и двигателя, используя природные источники, а именно атмосферу и законы аэродинамики. Чтобы достичь необходимой скорости и тянуть на буксире корабль с формами жизни, парус должен быть огромным, сотни километров в диаметре. А поскольку фотонное давление по удалении от звезды будет уменьшаться, нужно предусмотреть сфокусированный лазерный луч, направляющий энергию на парус. К сожалению, этот дельтаплан, как и все аппараты, в какой-то момент должны приземлиться. Но солнечный парус, движущийся на луче лазерной энергии, сможет долететь до звезд. Максимальная скорость солнечного паруса 10% от скорости света. Дорога с Земли до Альфа-Центавры на возбужденных лазером фотонах займет 45 лет. Сейчас НАСА и другие космические агентства планируют запустить еще несколько парусов. Но во Вселенной есть и более мощные источники реактивного движения. В 60-х годах был предложен метод реактивного движения, при котором космический корабль, работающий на зарядах, которые взрываются и заставляют его лететь вперед. Прототип назвали «Орион». Чтобы показать принцип работы, провели несколько экспериментов с обычными зарядами. Но в «Орионе» предложили использовать ядерные заряды. Чтобы сымитировать систему реактивного движения, Пол и Джим заложат в бочку небольшой химический заряд. Она поднимется в воздух на высоту около 15 метров. Мы рассчитаем, сколько энергии образуется при взрыве и сравним ее с ядерным зарядом в настоящей системе «Орион». «Орион». Наш двойник космического корабля «Орион» готов к полету. Мы установим запал, поднимем бочку в воздух и сравним количество энергии с той, которая обычно выделяется при ядерном взрыве в двигателях «Орион». В космических кораблях «Орион», которые изучали в Лос-Аламос в конце 50-х, в качестве реактивного движения использовали расщепление ядра. Атомная энергия образуется, когда ядро атома делится на более мелкие части, образуя вторичные нейтроны и протоны, излучающие огромную энергию гамма-кванта. Заряд поднял эту 15-килограммовую бочку на высоту 18 метров. При ядерном взрыве в Хиросиме выделилось в 27 миллионов раз больше энергии. Понятно, что это практичный реактивный двигатель для межзвездных перелетов. Поскольку для Ориона требуется взрыв огромной силы, на корабле должна быть толстая металлическая пластина, которая поглотит удар при взрыве, и несколько амортизаторов, чтобы экипаж не страдал от толчков при каждом взрыве заряда. Максимальная скорость корабля на ядерном топливе 5% от скорости света. Время перелета от Земли до Альфа-Центавры около 90 лет. Несмотря на мощный источник топлива, этот корабль летит медленнее солнечного паруса. Чтобы увеличить скорость, требуется более мощная ядерная реакция. Ядерная технология прекрасно изучена. Мы десятки лет используем ее на Земле. Но есть другая ядерная технология, ядерный синтез. Синтез это источник энергии Солнца. В ядре нашего Солнца настолько высокая температура, что атомы движутся так быстро, что сталкиваются, создавая новые элементы и высвобождая энергию. В отличие от расщепления ядер, при синтезе энергия образуется, когда два атомных ядра сливаются вместе и образуют одно, более тяжелое ядро. В результате высвобождается огромное количество энергии. Использовать синтез ядер в кораблях предложили в конце 70-х в рамках проекта Дэддл. Корабль должен был долететь до звезды Барнарда, находящейся на расстоянии 5,9 световых лет. В отличие от атомных бомб, реактивное движение на таких кораблях создается на борту в реакторных отсеках. Гранулы горючего для звездолетов класса Дедал состоят из смеси Дейтери-Гелий-3. Они возбуждаются так называемым пучком релятивистских электронов. Они обладают огромной энергией и попадая на гранулы смеси Дейтери-Гелий-3 приводят к синтезу и высвобождается огромное количество энергии. Для Дедала нужно 250 гранул в секунду на протяжении двух лет. Корабль весил бы 55 тысяч тонн. В основном из-за топлива. Вес такого корабля огромен. Но развитая цивилизация могла решить эту проблему, добывая водородное топливо во время перелета. Дейтери или тяжелый водород в избытке есть на Земле, особенно в морской воде. Но гелий-3 более редкий изотоп. В нашей Солнечной системе он есть на Луне, а в еще больших количествах на Юпитере и Сатурне. Ученые предложили использовать водородные ковши для добычи Гелия-3 во время космического перелета. Понятно, что если корабль работает на синтезе ядер, вы можете полететь в другую звездную систему и использовать водород со звезды, чтобы дозаправиться. Автономный корабль, работающий на синтезе ядер, сможет преодолеть проблему веса и достичь скорости, которая позволит исследовать ближайшие звезды в разумный период времени. Максимальная скорость корабля с синтезом ядер до 15% скорости света. Время перелета с Земли до Альфа-Центавры около 35 лет. Огромные затраты, инженерные работы и даже политика космических перелетов на ядерном топливе заставляют человечество искать другие возможные варианты. Но более развитое общество сможет вместо ядерного реактивного движения использовать, казалось бы, невозможный парадокс — лететь со скоростью света без всякого движения. Достигли ли НЛО той огромной скорости, которая необходима для межзвездных перелетов? Потенциальный ответ, возможно находится в 10 метрах под землей в центре Америки. Это коллайдер Теватрон Ферми Лаб на окраине Чикаго и Ренойс. Частицы протонов и антипротонов, движущиеся чуть медленнее скорости света, запускают в противоположном направлении. Они сталкиваются при высоких энергиях. При взрыве образуются гамма-лучи, самый мощный источник энергии во Вселенной. Возможно, это ключ к межзвездным перелетам. Лучший способ получить антиматерию на Земле — это применить самое знаменитое уравнение Эйнштейна — Е равно МС квадрат, означающий, что из определенного количества вещества мы можем получить энергию. Отличная идея, она невероятно эффективная. Можно взять всю массу в этих частицах и превратить ее в энергию. Но как во Вселенной может существовать антивещество, если оно создано искусственно? Этот вопрос Стефан Эйч из Филадельфии прислал Вселенной. Стефан, антивещество существует. Когда оно встречается с обычным веществом, происходит взрыв электромагнитного излучения. Можно получить немного антивещества в лабораториях, но его также можно добыть в космосе. Космические лучи, несущие заряженные высокоэнергетические частицы из космоса состоят из антивещества. Сейчас суперколлайдер это единственный практический способ получить антивещество, пока его добывают в очень малых количествах. Если мы научимся создавать и накапливать антивещество, то получим запас топлива, который можно смешать с обычным веществом и высвободить огромное количество энергии, намного больше, чем при расщеплении или синтезе ядер. Мы знаем, что антивещество существует и знаем, что его можно создать и хранить. Понятно, что развитая цивилизация сможет создать антивещество и управлять его энергией и построить ракету на антивеществе. А ракета на антивеществе сможет развить невероятную скорость, почти как скорость света или луча со звезды, летящего сквозь галактику. Время полета от Земли до Альфа-Центавры на расстоянии четыре с половиной световых года пять лет. В человеческих масштабах затраты на производство частиц антивещества для такого корабля будут астрономическими. Возможно, в инопланетной валюте это дешевле, но у нас корабли на антивеществе будут слишком дорогостоящими. Гамма-лучи от реактивного движения антивещества настолько опасны, что они могут разрушить клетки всех живых существ на борту. На таком корабле должен быть надежный защитный механизм, чтобы экипаж не погиб. К тому же на такой скорости они сами представляют угрозу для Вселенной. Космос почти пуст. Но если вы движетесь почти со скоростью света, нужен эффективный экран, защищающий от звездной пыли, с которой будет постоянно сталкиваться быстро движущийся корабль. Но если космический мусор настолько опасен, как его избежать? решение хорошо известно поклонникам звездного пути. Это неподвижный звездный корабль, летящий со скоростью света. Мы можем создать так называемый варп-двигатель, название взятое из научно-популярного фильма. Он будет сжимать области пространства время перед кораблем и расширять его за собой, а сам двигатель будет оставаться на месте. Он сможет перемещаться по волне пространства-время. Варп-двигатель кажется чистой фантазией. Но в 94-м году уважаемый молодой физик Мигель Аль-Кубьерре предложил серьезную гипотезу передвижения на управляемом космическом варпе. Для воплощения идеи Аль-Кубьера есть множество препятствий. Самая серьезная темная энергия. Это космическое явление признанное в 2011 году. Трое ученых, доказавшие ее существование, получили Нобелевскую премию. Простейшее объяснение явления темной энергии заключается в том, что у пространства есть свойство, заставляющее его расширяться. Мы можем увидеть это в удаленных частях Вселенной. Там есть дополнительный компонент ускорения. Но это не аккумулирует энергии вроде солнечной или какой-то другой. Это допустимо. Вполне вероятно, что где-то во Вселенной существует развитая цивилизация, которая научилась накапливать темную энергию для создания реактивного движения. Но есть другое препятствие для создания варп-двигателя. Единственный способ заставить корабль с варпом двигаться — укротить энергию черной дыры. «Самое простое это как-то сделать высококонцентрированное вещество, невероятно концентрированное на таком уровне, чтобы получить черную дыру. Если создать черную дыру в небольших масштабах и повесить ее перед кораблем, то пространство исказится, и корабль будет двигаться». И какую скорость сможет развить инопланетный корабль с варп-двигателем? В работе Аль-Кубьеры предполагается, что с варп-двигателем такой конструкцией можно достичь скорости в несколько раз больше скорости света. Время полета с Земли до Альфа-Центавры на сверхскоростном корабле с варп-двигателем на расстоянии 4,5 световых лет займет 4,5 года или меньше, если люди на борту не испепеливаются. Проблема двигателя Аль-Кубьеры в том, что в варпе температура будет такой же огромной, как в ядре Солнца. Очень большой. Чтобы достичь планеты Земля, им нужно решить еще одну небольшую проблему. Что будет, если корабль пришельцев с варп-двигателем, который тащит черные дыра, войдет в земную атмосферу? Это будет не первое массовое нашествие НЛО, но наверняка последнее. 13 марта 97-го года. Тысячи людей наблюдали за оптическим явлением на небе над Аризоной. на нем возник растянутый геометрический рисунок из ярких огней. Это явление наблюдали над Фениксом. Объект шириной до полутора километров с мерцающими огнями. Если реконструировать события того вечера, то окажется, что огни над Фениксом почти наверняка были ракетами, сброшенными с военного самолета А-10. А людям хотелось, чтобы они крепились к какому-то твердому телу. Это объяснение огням над Фениксом. Для многих огни над Фениксом были веским доказательством того, что прилетел огромный инопланетный корабль. Некоторые назвали его материнским кораблем. Материнский корабль это основа теории о визите пришельцев. Он единственный способ преодолеть огромные расстояния в межзвездном пространстве. Термин «материнский корабль» появился в то же время, что и летающие тарелки. Все считают, что невозможно перелететь в космос на корабле размером с человека. Нужен большой корабль. в нашем представлении материнский корабль это вроде авианосца. Авианосцы преодолевают огромное расстояние через океан, но их цель перевозить небольшие самолеты в определенное место. Если путешествие до Земли занимает порядка нескольких веков или тысячелетий, то материнский корабль должен быть больше авианосца. Это родовой корабль или ковчег, огромный корабль с замкнутой экосистемой, где будут рождаться, взрослеть и умирать целые поколения, пока космический корабль не прибудет в пункт назначения. Возможно, они владеют техникой анабиоза и биологических пассажиров погружают в сон и оживляют после окончания путешествия. Чтобы выжить в таком путешествии, нужно защититься от разрушительной энергии, на которой работает корабль. Выход — сигарообразная конструкция материнского корабля. Именно о такой форме и говорили очевидцы. Во многих системах с реактивным двигателем команда должна находиться как можно дальше от источника энергии. Поэтому конструкция должна быть длинной и тонкой, чтобы двигатель находился в одной части корабля, а жилые отсеки будут расположены от него как можно дальше, чтобы экипаж не пострадал от высокоэнергетических нейтронов, рентгеновских лучей или гамма-лучей, которые излучает двигатель. Если на планете Земля побывал такой ковчег, то должны быть неоспоримые доказательства. У всех экзотических технологий реактивных двигателей есть нечто общее. Все они излучают огромное количество энергии, и мы бы их увидели как свет маяка даже за несколько световых лет. Мы нашли бы концентрированные рентгеновские лучи, гамма-лучи, субатомные частицы. При обычных обстоятельствах их нет в нашей окружающей среде. помимо визуальных эффектов, физический эффект от приближающегося к Земле материнского корабля напоминал бы апокалипсис. Если по какой-то причине внеземная цивилизация не станет выключать двигатель, это будет катастрофа для всего живого на Земле. Нас атакуют нейтроны, рентгеновские лучи и гамма-лучи. Если у них есть варп-двигатель, значит они искажают пространство и не могут приблизиться к крупным объектам, включая планету. Подобные визиты наводят на мысль о том, что пришельцы рискуют собственной жизнью в межпланетном пространстве. Но есть способ получше. они могут находиться дома и исследовать космос, используя разумные машины. Для многих из тех, кто верит в НЛО, события в Розуэлле, Нью-Мексико, летом 1947 года стали главным подтверждением существования пришельцев. В популярной культуре самой яркой деталью той аварии стало описание тел пришельцев, найденных на месте катастрофы. В последующие десятилетия изображение пришельцев, известных как Грейс, стало принятым стандартом в научной фантастике и в постоянных сообщениях свидетелей. Огромное голова объясняет главную особенность биологии инопланетян — высокий интеллект. В большом черепе помещается мозг гораздо больше нашего. Чтобы путешествовать по огромному межзвездному пространству, требуется много знаний. Но может требуется еще что-то сверхорганической биологии. Одна из ошибок научной фантастики в том, что мы считаем пришельцев биологическим видом живых существ. Я считаю, что организмы, которые могут путешествовать между звездами, должны обладать огромными возможностями. В научной фантастике изредка упоминается искусственный интеллект. Согласно одному из уравнений, известному как закон Мура, количество транзисторов на одном компьютерном чипе удваивается каждые 18 месяцев. Значит, удваивается и скорость обработки данных. Этот процесс будет продолжаться более полувека и продлиться до 2020 года или больше. Скорость обработки, увеличивающаяся по экспоненте, открывает двери перед главным героем научной фантастики искусственным разумом. Если мыслящую машину изобретут через сто лет, она будет умнее не только нас с вами, но и умнее всех, кто жил на Земле. В этом разница между искусственным разумом и реальным. Искусственный может эволюционировать гораздо быстрее. Искусственный интеллект одновременно пугает и обнадеживает. Он сможет делать то же самое, что и наш мозг, и мыслить так же, как мы. В университете Стэнтона в лаборатории искусственного разума всем ясно, что появление таких машин не за горами. Некоторые вещи затрудняют создание искусственного разума. Мы не знаем, как обучать компьютер так же эффективно, как людей. Наши компьютеры не настолько мощные, чтобы воспринимать процесс обучения так же, как человеческий мозг. чтобы продемонстрировать первые стадии искусственного интеллекта, студенты университета создали робота-война и попытались научить его сражаться. Он знает, что должен защищаться и реагировать на ваши движения. Он будет приспосабливаться к движениям вашего меча и к вашему поведению. «Насколько нужны в данный момент созданию искусственного разума такие роботы?» Торстен. Мы уже используем методы искусственного разума, такие как обучение, адаптация к среде, но пока не дошли до этого этапа, когда он начнет думать. Сегодняшние компьютеры менее разумные, чем люди. Но в будущем, я думаю, компьютеры смогут догнать и перегнать человека по интеллекту. Представьте, что все мы будем носить в кармане компьютеры, как сотовые телефоны, и они будут умнее Эйнштейна. Цивилизация изменится. Мы сможем делать удивительные вещи. Этот земной разумный робот — лишь жалкое подобие умных машин, которые могут управлять полетами в межзвездном пространстве. Эти мыслящие машины должны преодолеть множество препятствий, включая время и космические опасности, чтобы выйти с нами на первый контакт. Если они действительно могут путешествовать по космосу, разумнее не посылать биологические виды. Они хрупкие, и у них короткая жизнь. Наса запускает в космос зонды, чтобы исследовать Солнечную систему до того, как послать в космос человека. Инопланетные цивилизации наверняка пошлют для первого контакта роботов. Живые существа или искусственный суперинтеллект? Наше представление об инопланетянах останется на уровне домыслов, пока не произойдет первый контакт. Но сколько нам ждать? Пусть у нас недостаточно доказательств, но насколько реально существование разумной цивилизации? Некоторые считают, что во Вселенной есть разумные существа. галактика существует давно. Солнечные системы тоже, но галактика еще дольше. Некоторые звезды гораздо старше Солнца и Солнечной системы. Есть шансы, что там есть цивилизация, и она более древняя. Если они существуют сто тысяч лет, то не исключено, что они уже научились передавать сигналы и даже совершать межзвездные перелеты. Пока не состоится первый контакт, человечество будет исследовать небо в поисках НЛО. Пока доказательств их существования нет. Но это не исключает возможность того, что однажды мы найдем признаки разумной цивилизации.